Привет, друзья и подруги подпольной правды! Сегодня мы открываем цикл передач об особых виртуальных развлечениях. Как найти бывшую любовь, встретить настоящую, заняться сексом, выскочить замуж, ну или жениться, если вы совсем с мапс ходили, завести детей и все это не выходя из квартиры. Передачи про ЭТО будут выходить раз в месяц, а любить на расстоянии мне помогут. Ведущий ЗВБИС и редактор Страшный Интересный Евгений Галицкий, он же Джиха, автор подавляющего большинства обзоров Геймс ТВ Александр Артемов, он же Прапор, и восходящая звезда нашего портала Джеки Читлер, она же продюсер МТВшных передач о кино и звездах. А на www.gamesdefistv.ru самая романтико-профилактическая передача о виртуальных развлечениях «Подпольная правда». Почти три года тому назад, в марте 2006-го, в Рунете был запущен сайт «Одноклассники». С тех пор число его прихожан выросло от нуля до 29 миллионов, и каждый день по 40-60 тысяч продолжают пребывать неофиты. То есть для меня сначала это было каким-то откровением, а теперь это стало еще каким-то дурацким способом отнимания у меня рабочего времени. Первое дело, что сейчас ты приходишь куда-то, ты в «Одноклассниках» есть, ну ладно, законнектимся. Ну то есть это такая тема для всех. И это при том, что на сайте появилось множество платных услуг, за которые русские люди вообще-то платить не горастут. А тут зависит от человека. Конечно, русский человек любит халяву. Это естественно, и это так было всегда, и так будет всегда, потому что это у нас крови. Я не заплатила ни копейки, и мне считают нормальным. Сильно сомневаюсь, что кто-то не знает, что такое «Одноклассники», но в двух словах. Это ресурс, на котором любой желающий может рассказать, в каком детском саду, школе, университете, тюрьме он учился, разместить свои фотографии и ждать, пока его найдут и оценят. Фотографиям можно выставлять оценки по пятибалльной шкале. Такой способ сказать приятное человеку, ничего не говоря. Вот, оценка фотографий – это очень важный момент. Потому что ведь такие случаи бывают. Заходишь, как обычно, заходит человек в одном классе, смотри, кто там мне чего поставил, какую оценку на фотке. И видишь, что ему кто-то поставил единицу. Он такой, ах ты сука, мне поставил единицу. Ну-ка, кто-то заходит на сайт. Ах, Антон, Антон, ты гандон, Антон, на тебе, на все твои фотки единицы ставят ему, на все фотки. И довольно так уходит. Самое смешное – это фотографии в купальниках. Эти дуры выкладывают голые фотографии свои. И потом удивляются, что они появляются там на каких-то сайтах, типа «Школа уродов». Ну зачем? Зачем тебе показывать свои, простите, небольшие или большие тисочки? Ну вот. Находят зарегистрированного пользователя почти мгновенно. Соседи по парте, по горшку. Девочки и мальчики, с которыми вы целовались в первый раз где-нибудь за углом. Совершенно забытые и неожиданно обретенные. Девочки, которые решили, что они должны рассказать и показать миру все, что у них есть, они всегда жалуются. О, боже мой! Ко мне тут приставал опять очередной какой-то там... Куй? Вот. Мне так хочется спросить, что ты хотел это, собственно. Ностальгия заставляет людей начинать день с посещения одноклассников и заканчивать им же. Во многих организациях наложен запрет на посещение этого портала сотрудниками, но это лишь подстегнуло хозяев сайта организовать доступ к нему с мобильных телефонов. Я знаю, люди сидят там сутками, не выходят, и непонятно, что они там делают. Самое смешное, что когда их перекрывают на работе, обязательно найдется какой-нибудь умник в IT-отделе, к которому там девочки подходят, говорят, ммм, детка. И он им открывает доступ куда надо вообще. И в одноклассники, и в еще везде. Согласно исследованиям, проведенным газетой «Комсоморская правда», в Америке такой же сайт, classmates.com, используют в основном для развития бизнеса и укрепления деловых связей. Узнали, что бывший однокашник может быть полезен для вашего дела или трудоустройства, и начинают активную деловую переписку. Для меня это такой не то, что файлообменник, это информация, которая туда-сюда гоняется. Телефоны нужны, информация какая-то, перекидываешься с друзьями. Это помогает, и в свое время, почему, опять же, я не закрываю одноклассники, потому что это мне помогает в делах. Это мне приносило уже кое-какие деньги. В России стоит женский стон. Мужики кинулись искать первую любовь и уходить из семей. Но будут ли крепкими отношения, замешанные на летучих юношевских чувствах? Отношения можно построить всегда. Вопрос в том, какие это будут отношения. Если ты хочешь что-то больше, чем просто там секс, или там просто встретиться, пообщаться и понять, что на самом деле ничего в этой девушке сейчас уже не осталось, от того, какой ты ее помнишь себе. Так можно. А вот чтобы сохранить любовь, пронести ее через года, потом встретиться и жить вместе, я думаю, это очень маловероятно. Отношения, они вообще очень удивительная штука. Их нельзя объяснить, потому что любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И это такое дело. Хотя ко мне чаще заходят жены бывших. Я не знаю, лично на моем опыте такого не было. У меня и бывших-то не так много. Не стану говорить, что социальные сайты в основном интересуют людей, у которых есть проблемы, связанные с непроработанными в юности отношениями, с неразвившейся любовью, непризнанными амбициями. На самом деле там сидят взрослые люди, у которых реально прикольно посмотреть на своих одноклассников, и которые пользуются этим как полезным девайсом. Есть малолетки, у которых реально им нечем себя занять. А если говорить еще и о сервисе социальной сети, как ВКонтакте, где сидит в основном малышня, то для них это вообще площадка для самовыражения. Позавчера эти люди играли с компьютером в преферанс, или раскладывали как пассианс косынку, там вчера чатились и торчали в форумах. А одноклассники для них это всего лишь новая, к тому же модная игрушка. И в компьютерную зависимость от нее попадают, как правило, изначальные инфантильные люди, которые не готовы активно реализовывать себя в настоящей жизни. Хотя, мне честно кажется, что мне будет приятный какой-нибудь придурок подарит мне какую-нибудь игрушку клюшевую. Но мне будет что обсудить с подругами, например. А теперь задумайтесь, какие деньги можно зарабатывать на этой зависимости. У организаторов сайта имеется база данных почти что на 30 миллионов человек. Подсадив народ на услуги, можно потом брать в будущем за них рублей по 10. И это никого не отпугнет, и сейчас это уже делается. И вот теперь умножьте 10 рублей на 30 миллионов человек. Ну, как показала практика, бизнес с помощью одноклассников вести можно. Причем бизнес успешный. И вот эти вот акценти фотографий, это как раз прямое тому подтверждение. Можно осуществлять прямые рекламные рассылки и продавать все, что угодно. Даже если на предложение откликнется 5% пользователей. Посчитайте, сколько это 30 миллионов. В конце концов, такую базу можно попросту продать третьим лицам, это же просто клад. Люди, которые там возмущаются, они же не только одноклассники, они там занимаются рекламой, что-то продают. И мне постоянно какие-то приходили сообщения, найди свою любовь, заплати 20 долларов по СМС и получишь счастье и любовный гороскоп. От себя скажу, мы не такие тут прагматики, как может показаться. И правда, может кто-то и встретит свою бывшую возлюбленную, которая станет его судьбой. Но все течет, все меняется. И нельзя в одну реку войти дважды. Поэтому даже встретив первую любовь на сайте одноклассники.ру, не стоит искусственно оживлять свои подростковые чувства и принимать решения из того состояния, которого уже давно нет. Есть одна история прекрасная, когда распался союз, брак. Там бабища какая-то начала писать своему бывшему однокласснику, а он там как-то, ну не знаю, что с ним произошло. В общем, жена поймала его на этом деле и сказала, ах, так, какие боги. И вот, собственно, после нескольких километров непечатных слов они решили расстаться. Помните, вычеркнуть эту бывшую любовь из жизни будет куда сложнее, чем удалить аккаунт. Мы продолжим тему виртуальных интернет-развлечений парней и девушек через месяц. А свои предложения пишите на Правда, как всегда, собака. А жалобы оставьте себе. И до следующего четвертого.